7109 детей находятся в здравницах Краснодарского края, которые были затоплены. У меня тогда возникла мысль, если у нас такие приятные люди, такие приятные граждане, то почему у нас такой, извините меня за мысль, поганый президент? Самое удивительное дело, когда мы общаемся с людьми, которые пострадали, реально пострадали от, не то, что безалаберного, я считаю, преступных действий местного МЧС и местной администрации. Включая, конечно, краевую администрацию, ну и, соответственно, администрацию нашего Верховного Главного Командующего Владимира Владимировича Путина. То есть, абсолютно однозначно мы пришли к выводу, после того, как узнали, что была первая волна, которая снесла сначала баканку и которая нарастала очень быстро. И первая волна, которая потом пришла в город Крымск и очень много людей там погубила. А потом вторая волна, которая оказалась, что мы пришли к однозначному выводу, что это не природная катастрофа. Это абсолютно техногенная катастрофа, она была связана со сливом воды из водохранилища. То есть, людей фактически убили специально. Мы поразились тому факту, что ни один государственный орган, ни один муниципальный орган не исполнил свою работу по информированию населения о том, что сейчас случится. То есть, люди информировали друг друга сами, видя то, что происходило на примере такого же техногенного. Это про МЧС говорят, это для чего держать вообще МЧС? Вот если вот МЧС ходит, рядом дети тонут, он говорит, выбирайтесь сами. Он говорит, там инвалид в доме остался, ну и что? Для чего МЧС держать? Для чего это вообще структура создана, я теперь не понимаю уже. Это, я не знаю, это, ну мягко говоря, если это можно сказать, чтобы не привлекли никакой ответственности, Это, ну, конченые пи. Вот другими словами я их не могу назвать. Когда мы выезжали из Крымска, мы увидели ленинскую плакат, ленинскую комнату. Раньше в армии в советской было называлось ленинская комната. Да, там был портрет Владимира Владимировича Путина и портрет, я уже не помню, как его фамилия нового. Там, где обычно дебиля духов учат, да, жизни? Да, да, да. И вот это был плакат. То есть, и вот Путин и вот этот новый директор МЧС. Извините, ребята, каждая машина, которая была в городе Крымске, да, каждая таблетка, у вас 400, я забыл, 452, да, каждая таблетка была снабжена лодкой. Шестиместной, восьмиместной лодкой на крыше с мотором. Ни одна лодка такая не участвовала в этом деле. Но самое главное, даже не это, самое главное, что эти люди знали о том, что произойдет за 6 часов до того, как оно произошло. Дальше. У нас по, я не знаю, новых я не слышал в связи с тем, что был в Крымске. 172 последнюю я слышал, официальную цифру погибших. Нам там озвучивают из официальных источников, которые просят их не называть, минимальную цифру, минимальную. В 2700 погибших и еще 500 человек. Ну да, 500-700, да. 500-700 человек, пропавших без вести. Рассказывают то, что трупы детей прячут в приемном отделении, есть в отрезвителе. Подвал, подвал. Для того, чтобы не шокировать общественность, это что? Дядя Саша, очнись. Ты же понимаешь, что, как ты потом, сегодня ты озвучил, что без вести пропавших нету. Очнись, дядя Саша, тебе не верит. Дядя Саша, это, ты думаешь, не только для Краснодарского края. Ну да. Дядя Саша, это губернатор Ткачев, да? Да. Так вот, я хочу сказать. Вот, Влад меня постоянно сегодня останавливал, но он к концу подошел к тому же мнению. Я вот, конечно, говорят же про грехи, там будешь в гиене огненной гореть и все такое. Нет, нет. Я бы с удовольствием его одел на кол. Ну, с большим удовольствием, сам лично. Ну, это старая русская кассия. Нет, дело вот в чем. Насколько мне, услышал я из радио, да, что губернатор Ткачев сказал, что если кто-то озвучивает другие цифры, то его необходимо привлечь к ответственности. Так вот, я говорю губернатору Александру Ткачеву, я не знал даже, как его зовут. Я говорю губернатору Ткачеву, Саша, я озвучиваю совершенно другие цифры. Я верю тем цифрам, которые я получил в городе Крымске. Это минимум 2500 погибших и пропавших без вести. Так вот, я готов отвечать за свои слова в суде раз, два и три, и сколько тебе будет угодно. Слава Богу, я это дело проходил не раз и не два. Но, если ты мне предоставишь 172 фамилии, имена и отчества потерпевших, погибших при этой катастрофе, я лично и специально вместе с Алексеем Дымовским, мы вместе объедем Баканку, Геринжик, Новороссийск и Крымск самое главное. И укажем тебе, что ты врешь. И это мы сделаем реально. Почему? Потому что погибших там значительно больше. Нам сегодня сообщили о том, что вчера или позавчера 25 вагонов, 25 рефрижератных машин. А вчера с Варнацкого водохранилища две фуры. Минимум. То есть мы знаем о двух фурах с Варнацкого водохранилища. Мы знаем о том, что и сегодня были обнаружены трупы. Так вот, если вы нам, дорогой Владимир Владимирович и дорогой Александр Ткачев, сообщите поименно фамилии каждого погибшего в городе Крымске, в Баканке, в Геринжике, мы объедем эти места и вам скажем тех людей, которых похоронили в эти дни, погибших во время вызванного совершенно искусственного наводнения. Ну а теперь, ну чтобы давай, мы идем к нормальному. Моя бабушка покойная про таких людей говорила, про Владимира Владимировича и про Александра Ткачева. Ссы в глаза скажут божья роса. У меня бабушка говорила по-другому, она у меня была молдаванка, русский язык не знала так хорошо, она говорила просто выблядок. Не хорошо, конечно. Нет, это старое слово русское, да. Она других слов она не знала, она знала, ну она была, она ей лучше было говорить по-украински и по-молдавски, поэтому у нее такое было слово, да, другое. Но я все-таки хотел бы завершить наш вот с тобой разговор на позитивной ноте. Вот скажи, насколько, насколько высокий дух у тех людей, которые пострадали, у которых потерпели. Насколько, вот согласись, да, вот я поразился вот и в Баканке, и в тех людей, которые спасали своих соседей. Особенно мне, вот для меня это было вот нонсенс, да, когда мы развозили то, что новороссийцы нам попросили, чтобы мы передали там, да. Нет, 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 это надо не, это вот, это вот там бабе Наде надо, да, вот это вот туда, а вот это вот сюда, а вот это вот, это он, 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 вы сейчас уедете, да, у нее четырехмесячный ребенок, вот мы. То есть, понимаете, то есть люди, это даже уму непостижимо, насколько люди у нас в России великолепны. Уму непостижимо. То есть, когда у человека в квартире, высота потолка которого 2,20 метров, а вода, холодная вода, доходит до 1,65 метра, да, и они держат в течение 6-7 часов детей на руках для того, чтобы их не погубило. И не только своих детей, и чужих детей, и за это время ни один вертолет не пролетел, ни один не проехал, ни одна лодка МЧСовская, вот эти вот, которые мы их сотнями видели сегодня на улицах Крымска, да, вот на крышах этих машин, ни одна лодка МЧС. 80 лет бабушке, 80 лет, вышла ночью по грудь в воде отвязать своего песика. Двору, блин, у меня аж слезы на глазах. Да, у меня тоже, да, то есть, когда вы видите, вот, рядом река, да, и где она была, и вот эта вот маленькая речушка, она огоньенькая, да, такая, и ты представляешь себе, насколько она будет велика, если она поднимется на 6 метров, и насколько это будет течение, если бабушка 80 лет, выходит, она не может пройти. Она бы спасла, и детей там, ну, слава богу, на той улице никого не погибло, да, она спасла своего песика, отвязала его от цепи, потому что он не знал, как выкрыл. И стояла на столе, и продержала его на руках в течение 3 часов, 3 часа там было. И я вам точно гарантирую, и Алексей вам гарантирует, и мы оба можем пойти под суд, и, Алексей, я явку с повинной говорю, да? 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 Я явку с повинной говорю, я гарантирую о том, что это была не природная катастрофа, был слив воды, и этот слив воды из водохранилища Краснодарского края был необходим для того, чтобы сохранить. То есть, те люди, которые занимались этим водохранилищем, эти люди нагадили на человеческую жизнь, они не просто нагадили это, да? И они теперь скрывают от вас правду. Реальное. Реальное. Во сколько мы оцениваем? Ну, из разговоров, из той информации, которую... Ну, я считаю, что от 2,5 до 4,5 тысяч. Ну, а 2,5... Меньше 2,5 никто... Меньше 2,5... По всему Крымску спрашивали, меньше 2,5... Меньше 2,5 только в Крымске. Это страшно, действительно страшно. И... Вы же понимаете, что все равно придется отличать и за Курск, и за Крымск. Он утонул. Он утонул? Он утонул, да. Он утонул. Что случилось с городом Крымском? Спросили у президента Путина. Он утонул. Он утонул. Сказал президент Путин и улыбнулся. Я считаю, что президент Путин не должен больше улыбаться. У него не получается улыбаться. Он не умеет улыбаться. Он зрет. Каждый его день стоит сотни жизней. Да. Каждый его день стоит сотни жизней. А сейчас... Вы понимаете, вот когда... Нам сказали, что в первый день, нам очевидцы сказали, в первый день до 9 часов 575 трупов было... 573 собрано. Собрано. 573 на 9 часов. На 9 часов 7 числа было собрано 573 трупа. А в это же время вам говорили о том, что 90, чуть более 100, чуть более... Ну, а на последний... Ну, мы не смотрели новости еще эти вот... Я не знаю, как их называть. Делами занимались. Мы занимались делами. Последнюю цифру, которую мы услышали официальную, 172 человек. Так вот, на 9 часов 7 числа было 573 обнаруженных трупа. А вчера обнаружили 63, да? 63. Вот. А вы, мы еще не знаем, сколько обнаружили их в море. А все, нет. Сказали, без вести пропавших нет. Без вести пропавших сказал губернатор Ткачев нет. Я считаю, что если губернатор Ткачев пропадет без вести, никто об этом подонке никогда не вспомнит. Не, ну, кроме особо приближенных. Ну, пусть они вспоминают. Ну, пусть они в СМИ... Ну, не надолго. Но, вы знаете, это до такой степени. Сегодня вот им рассказывали, что люди тоже рассказывали, что они чуть не разорвали губернатор Ткачев. То есть нету, вообще, понимаете, у этих людей нет чести. Чего? Словести. Чести. Да ты что? Они сейчас эти словарь полезут в... Как говорила моя бабушка? Какое слово моя бабушка говорила? Она плохо русский язык знает. Вывлядок. 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 Не, ну, бабушку уже прилечь к ответственности нельзя. Да. Но с другой стороны, я повторил, ты тоже повторил. Я считаю, что это нормально. Там штраф. Штраф? Да. Итак, я говорю, что губернатор Ткачев и те, кто говорят, что в этой катастрофе погибло 172 или 200 человек, они все. Выблядки. Может быть, он повторит. Да. Совершенно верно. Такие? Ну, у меня слов нету. Вы извините на эмоциях, но как есть, так и рассказали. Действительно, я считаю, что их надо казнить. Не надо казнить. Казнить-то через суд. А? Через суд вы все-таки стороной. Вы знаете, что-то я вот смотрю на наши суды. Ну, пусть международный суд казнется. По России. И на международные суды. Ну, казнили же этого. Как его называется? Голову ему оторвали. Кому голова отлетит. Ну, почему нет? Нет, ну, да, в российских судах. Это предательство народа. Это предательство. Это просто... Поэтому 7-го числа было совершено предательство народа России. Убийство. И массовое убийство. Массовое убийство народа. И в этом, я считаю, как бы там ни говорили, Кущевский губернатор, Александр Ткачев. Или, проще говоря, Выблядок. Честь имею, а я ее имею, Алексей Дымовский. В честь имею Владислава Никитенко. Уж то, что, а это мы имеем. И в судах мы любим и можем находиться. Welcome. 7109 детей находятся в здравницах Краснодарского края, которые были затоплены.